Ребята, привет! Добро пожаловать на наш канал или добро пожаловать назад на наш канал. Если вдруг вы заглянули к нам первый раз, то где-то вот здесь сверху и в описании ролика внизу будет ссылка на плейлист с началом истории строительства нашего чудесного прицепа. Но сегодня мы продолжаем разговор и сегодня мы, как видите, находимся снова внутри прицепа. Начали мы уже внутренние работы. И сегодня у нас будет разговор о колесных арках и урундуках. Вот такие колесные арки у нас получились. Смотрите, как они сделаны. Вот так. То есть это уже склеенная готовая деталь. Колесные арки мы сделали чуть больше, чем нам нужно. Почему? Потому что, возможно, может быть, когда-нибудь мы будем ставить наш прицепт на другую платформу. И вполне вероятно, что мы будем, возможно, опять же, колеса брать с большим диаметром. И из-за этого мы, как говорится, из-за страху немножко сделали колесные проемы для колес чуть-чуть больше, чтобы потом не плакать и не рыдать, если вдруг нам придется что-то менять. Ой, я уже стихами заговорила. Смотрите-ка, скоро прям сборник выпущу. Ну, вот так это выглядит. С этой стороны вот так заходит. Под этим делом будет колесо. И далее сейчас поговорим про рундуки, которые, как вы помните, у нас будут находиться с двух сторон нашего прицепа и будут идти прямо по... вот так по стене, грубо говоря. Как они будут выглядеть, сейчас мы вам покажем. А вот уже готовая деталь. И это уже практически готовая конструкция рундуков. Но рундук будет идти еще до того самого... на том самом месте, где я сижу, еще тоже будет его часть. То есть до самой стены вот с этой стороны. Здесь вы уже видите готовую деталь. Вот здесь у нас внизу колесная арка. И на ней сверху конструкция рундука. То есть колесную арку вы видели в предыдущем кадре у нас. И вот на ней уже все готово, склеено и выпилено. Смотрите. Та-та-ра-та-та-там! Вот такие крышечки у нас. Да, вот здесь тоже маленький рундучок. Но чтобы вы понимали, да, вот где я сижу, рундук дальше за моей спиной будет еще дальше продолжаться. Просто он будет уходить вниз. То есть вот этот скос идет для того, чтобы мы не бились всеми нежными частями тела, когда, собственно, заходим в наш прицеп. Одинаковая конструкция будет с двух сторон. И дальше рундук будет продолжаться вот на такой высоте. Да, то есть дальше будет идти, чтобы, в общем, не задевать его было удобно, как бы заходить. Поэтому здесь вот вы открываете, да, и вы понимаете, что вот здесь маленькое такое отделение. Туда, не знаю, можно детские ботиночки положить, какие-нибудь носочки. Ну, какую-то такую мелочевку просто. А когда этот рундук мы делали, не хотелось терять вообще ни капли пространства, поскольку, ну, мы понимаем, что здесь у нас не 35 тысяч квадратных километров. Хочется, в общем, максимально использовать каждый-каждый миллиметр. И сюда вот тоже можно что-то положить. Ну, то есть конструкция, даже можете посмотреть конструкцию крышки, да, как она вот покидывается. Здесь у нас петли, три шурупчика. И все закрылось. Вот. Каждые вот эти вот полосочки, вот эти вот тучи штучек для усиления конструкции были выпилены, приклеены отдельно. А также, в принципе, рундуки у нас служат не только рундуками, то есть не только местом, где мы будем что-то хранить, но также и дополнительно усиливают наши стены, как бонус. Вот. Дальше вот здесь у нас идет колесная арка, да, то есть вот здесь вот где идут вот эти ребрышки. Ти-ти-ти-ти-ти. Дальше, хоп, тут будет крышечка, которую мы еще, правда, не прикрутили. И дальше вон там идет очень-очень глубокий рундук. Там уже, я не знаю, коллекцию туфель Керри Брэдшоу можно спрятать. Ну и плюс ко всему у нас, конечно, еще в этой части процепа, с этой стороны будет в рундуке, вон там пробелена дырочка для электрического узла. То есть там, конечно, у нас будет электричество находиться, поэтому, как раз, с этой стороны места будет чуть-чуть меньше, чем с другой стороны. Но это, как бы, неизбежная история, потому что провода надо куда-то девать. Вот. Так, друзья, в общем, сейчас пойдем уже на чистовую обрабатывать рундук, прикручивать петли, поклеивать его фанерой. И очень надеемся, что в этой серии покажем вам уже хотя бы один готовый чистовой вариант рундука. То есть покажем его в глубину, может быть, мы тут что-то положим, чтобы вы понимали, какой там объем. Вот. А сейчас предлагаю посмотреть, как, собственно, эта штука делалась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА